Всем привет, меня зовут Сергей Кирш, я глава компании Гельтек, и сегодня мы хотим провести необычную косметическую дегустацию. Но мы будем пробовать не косметику, а слушать ароматы косметического сырья. Настоящий запах косметики, пока туда не добавили одушки, совсем не такой, к которому мы привыкли. Большое количество любителей и заказчиков, стороны потребителей косметики без одушек часто не догадываются о том, что на самом деле скрывается за этим пожеланием. Мы понюхаем, потестируем то целью, который мы принесли, который используется на производство. С нами сегодня в студии Инна Тулаева, редактор Flacon Magazine. Всем привет. И София Милика, телеграмм-канал «Главная память». Да, всем привет. А вы какую бы косметику ненете с одушками или без? Ну, вот, кстати, здесь у меня вот прям четко разделены предпочтения. Для тела и для волос я предпочитаю косметику с одушками, прям даже парфюмированную косметику. А вот для лица я предпочитаю косметику без одушек. Я в основном пользуюсь средством без одушек. Для тела у меня есть какие-то парфюмированные баночки, но в основном из-за того, что у меня очень цепая кожа, я выбираю средства для топиков, для розации, и поэтому все эти средства, они обычно идут в одушек. Окей. Выносите баночки. Вообще, очень интересно, сейчас мы убедимся в том, что когда это сырье идет в готовую продукцию, его запах на самом деле никуда особо не исчезает. Если вы его не чувствуете, в готовой продукции есть две опции. Первая. Там очень-очень хорошо замаскировано одушкой, даже если пишут, что одушки особо нет. Либо содержание активных компонентов, а это округло, но они, примерно как средство в Дьюти-3 в аэропортах. Все делается ради текстуры, ради запаха, а компоненты там гомеопатических дозов. Поэтому если вы не чувствуете запаха, а эти компоненты должны пахнуть, то означает это что-то не очень честное. Что-то не то. Происходит неделю, это заглушает задушку, в том числе потому, чтобы скрыть от вас некоторый запах. Давайте, первый номер. Лот. Номер один. Чем это пахнет? Это похоже на сахар, визуально. Что-то такое пудровое, неуловимое. Чуть-чуть пыльненькое. Запах уйдет, да? Ну, какой-то очень милый. Да, прям, ну, очень сложно, раз вы познаете, что это, ну, 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 мянь. Какой-то запах, может, такого стырья? Это не приятная пыль, какая-то вот как книжная. Это вот старая пудреница. Вот у моей бабушки была пудра по-невалевска. Польская, вот это. Пахнет один в один так же. Вообще, это консервант, пишут нам. Это консервант SimSafe. Консервант с антиоксидантным действием и антибактериальный стабилизатор. Эффективный как защитный буфер для сложных составов, таких как солнцезащитные кремы и шалпуни. Подходит для применения в области ухода за волостью рта. Например, для зубных паз. Имеет противовоспалительное антибактериальное свойство. У нас в генетеке мы их используем, например, вот в наших новых в НМФ, в Ричельсторе, в Атопик-креме, как раз в лифт против гиперкератоза. Номер семь. Я пока найду конверт, а можно пока это вскрывать. О, очень сильный. Да, чернила похожи. Это си. На такой резкий химический зал. Но при этом мне тоже кажется, вот как Энни сказала, где этот парфюмерий я не чувствовала. Такая дешевая, бытовая химия, которую иногда забывают целые коридоры. Эго, у меня что-то еще нет, типа. Мне кажется, да, мне кажется, вот как раз еще вот, да, вот скорее история про очищающие средства. Да, скорее там. Это вензиловый спирт. О, блин. Это ароматический органический спирт. Официальное название запаха, вы не померите. Виндаль. Используется в парфюмерии или вязательно как растворитель лак. В косметике часто играет роль консервантов в небольших количествах, фиксатора ароматов или для придания ароматов. Мы их используем у тебя в линейке The U, он в трубе в бифейс-церум, кофейный скраб, гели для убывания. Поехали дальше. Следующий панчик. Так. До любая из этих всех. Ну, я по порядку пойду. Номер два. Фиф. Это похоже на крахмал визуальный. А пахнет это... К примеру, конкретно это. Яблочные, апельсиновые семечки, томаты, ананасы. В растениях она поддерживает прочность клеток и отражает негативное действие микроорганизма. В нашем организме работает как антиоксидант, снижает воспаление, защищает клетки. Обычно используют в компании с витаминами С, часто и вовсе витамины от сыгвара добавляют влаги на смечу. Мы его используем с сикэнер. Я сразу поняла, что там она есть. Причем этот запах, он очень сильный. И сто процентов просто я постоянно ей пользуюсь, это на шею и на декантельное лицо. И этот запах, он чувствуется непосредственно в сыворотке. Номер четыре. Какой-то такой интересный желто-оранжевый оттенок. Вот эти, я думала, что пахнет, как я произнесу. Кисловодска, мне 13, мы с родителями поехали в санаторий и нам делают кислородные коктейли. И вот, понимала, что это такое между абрикосом, компотом, с сухофруктом больше. Это когда пахнет на винодельях? Эй, кстати, да. Какой-то может быть то ли коньяк, что-то такое. Парк-пейн напоминает, кстати, похоже на парк-пейн. То ли такое. Вот прям три топора. Прям вот, да. Это протеины шелка. О-о-о! Белки натурального шелка, которые применяют для того, чтобы обрадаживать кожу, бороться с признаками старения и восстанавливать ее. Используются и для ухода за волосами. У нас это начало укребе. Поехали дальше. Так, ну-ка, тоже уже стой. Тоже какой-то порошок белый. Так, что-то странное. Опять же, вот это для меня пахнет как раз какой-то бытовой шине и что-то резкое. Лук. Какой-то порошок. Да, хлорный запах. Но при этом он не бьет в нос. Это скорее вот половая тряпка, которая была в хлоре, но потом ее вымыли в чистой воде, но от нее остался вот такой вот легкий хлорный филер. В лоске школьные тоже, они иногда с волкой были, потом ты можешь носку и такой легкий запах остается. А это хэперол. Используется в шампуне для сокращения выпадения волос. О-о-о! Мы его пока не используем, только в разработке еще. Угу. Но вот вопрос такой, вот как, например, мыться шампунем, пахнущим как тряпка. А вот, кстати, возможно ли сделать средство без запаха? Ну, насколько это возможно? Когда мы делаем свои средства с минимальным количеством запаха, мы стараемся, ну, вот, сейчас, который там делаем для отопечной кожи, всегда вот испытывать этот баланс, чтобы он не был сильной парфюмерной композицией, и люди не триггерились, в том числе, наверное, эффект плацебо. Да. Чтобы не было такого ах, у меня аллергия на заболевание пошла. Но при этом максимально брать пласт. Поехали тогда дальше, да, у нас? Да. Так. Номер три. Какая-то жидкость на вид, как будто бы маслянистая даже какая-то. Просто... А. Это пахнет водорослями в реке. Это пахнет таким зеленевшим прудом. Для меня, честно говоря, это запах не хочется смотреть, это не каим этом пудры. Да, он меня травмировал. Что это такое? Сейчас посмотрим. А это коллаген. М-м-м. М-м-м. животный. Он там тоже имеет свой неприятный закупаю. Ну, в общем, они есть разные. Они немножко с разными отделками. Реально, очень резкий запах. Почти все средства с коллагеном. У нас в Генетеке тоже такое. Там есть мы используем коллаген, все отличаются рисковатым замоком. Пятый номер. Еще будет один бонусный. Это пятый номер. Прямо настолько все плохо. Он резкий. Ну, это такая животинка чуть-чуть, но это как мыльная основа, как жировая мыльная основа пахнет просто. Ой, да. Я была просто в производстве, где делают мыло, и там что-то такое привычное. Это как будто тоже куда-то в детство уходит, как будто ты живешь с этим запахом. Да. Абинокислота, природная витаминоподобная вещество. Используют внутримышечно для сжигания жира или наращивания мышечной мышцы. Пьют как бат. Косметики используют как активный компонент средства для борьбы с целлюлитом, увеличения упругости кожи, улучшения тонуса и антиэйдж компонент. Мы его используем у себя в антицеллюлитном гене и гене для ниф и третий лица, которые работают на вторую принципу только на лице. Потрясающий оба гене, точно могу рифминг. Давай запробуем на себе ни одного банка. Наш бонус трек. Банка номер восемь подкинута в самом самом конце. Это должно быть что-то самое интересное, я так полагаю. Что-то очень генеобразное. Уже не чувствуется. А, ну это черная смородина. Ну конечно, это подсунули как раз наоборот как приятный запах. Причем действительно очень классная. Без вот этого вот, без котиков, да, без котиков под кустом. Очень сложно пройти фотиками, да, клопами, и вот да, половина душа в итоге не вытасканывает. Здесь прямо смогли это делать? Очень очень приятно, да. Черная смородина, да. Аботва? У вас же еще есть масло для душа с оботвой. У нас есть разные, мы же делали и ботву. Она тоже с заходом в детство. Да, ностальгическая история. Пареник, вот эти помидоры зеленые практически, которые никогда в жизни не спеваешь на засаду. Видно, у меня всегда был запах от них. Ну да, такое вот. Да, такое вот было. Нет, так-то мы работаем много запахов, но вот эти вот два последних свородины и ботвай. Самая сильная, но свородина прям вообще. Наверное, все, скажем, с 6-ти больше по осмотрению. Да, было безумно интересно. Такой новый опыт. Да, это очень интересный опыт и очень рады принять в нем участие и западать. Спасибо вам.